Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Банк сильных людей. Первыми зрителями документального фильма о скульпторе Хамзате Крымшамхалове стали потомки князей Крымшамхаловых, которые собрались в родовом поместье в Тиберде. Телевизионную работу нашей коллеги Светланы Шендрик-Переславцевой мы представили в родном доме нашего героя. Наш фильм-показ проходит в таком замечательном месте в усадьбе Хамзате Крымшамхалова. Когда-то здесь собирались поэты, художники, ученые, обсуждали какие-то свои творческие идеи. Так и сегодня все мы собрались здесь, чтобы обсудить творческую работу нашего прославленного журналиста, первого главного редактора ГТРК Крачева-Черкесия Светланы Борисовны Шендрик-Переславцевой. Когда Светлана Шендрик-Переславцева начинал работу над фильмом, то стало очевидным. Информация о скульпторе князе Крымшамхалове очень разрознена и противоречива. Все это потому, что он был княжеского происхождения, а это считалось чуждым явлением в пролетарском государстве. Его отца, офицера русской императорской армии, расстреляли коммунисты, отняв у него перед смертью даже сапоги и брюки. После расправы тело не закапывали, а бросили на берегу, как легкую добычу для шакала. Потом все уехали, и на этом берегу стало тихо. Только река по-прежнему шумно билась в берегах. Мать Хамзата Крымшамхалова, княгиня Ляли Абаева, была лишена прав гражданина страны и изгнана с должности учителя. Для достоверного описания жизни Хамзата Крымшамхалова автор фильма использовала рассекреченные данные НКВД. Чудом спасен от уничтожения единственную кинохронику, где запечатлен наш герой. В фильме идет разговор о том, как много талантливых людей было в роду Крымшамхаловых. Это действительно так. Я прихожу к выводу, как талантлива наша республика. И фильм в какой-то степени объединил энергию этих людей. И если что-то получилось, то благодаря тому, что было такое творческое содружество. Создавая фильм о скульпторе князе Крымшамхалове, Светлана Шендрик-Переславцева украсила образ своего героя музыкой композитора Ахмата Малкандуева, каждая нота которого обогатила яркой речью гордо-молчаливые, но теплые камни Хамзата Крымшамхалова. Очень прекрасный фильм, содержательный. До сих пор, как вы сказали, мы даже не поверили, что в таком объеме будет рассказано про него. Потому что мы уже раз высказывали, что нельзя было говорить некоторые вещи. Зрители телеканала «Россия-1» приглашаем на телевизионную премьеру фильма Светланы Шендрик-Переславцевой «Теплые камни» от скульптора Хамзата Крымшамхалова в эту пятницу в 17.55. Добро пожаловать на наш эфир. Руслан Куркмазов, Алибоустанов, Светлана Кадзиева, Айша Талиева. Вести Карачаева, Черкесия, из усадьбы Крымшамхаловых в Тиберде. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru. Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Крымшамхаловский комитет – это аналог Нобелевского комитета. Поэтому ежегодно идет тщательнейший отбор претендентов на народное признание княжеские медали. С самого начала была взята довольно высокая планка, предусматривающая то, что человек делает не просто так, а так, чтобы аналога тому, что он делает, не было. Княжеской медалью награждены ученые из Евросоюза. Венгерский доктор наук, филолог Эвачак и музыковед Яна Шипаш приезжали к подножию Эльбруса и записывали песни, загадки, стихи и легенды. Они завершили 16-летнюю научную работу, посвященную путешествию на Кавказ по следам венгерской народной музыки, в генезисе устного и музыкального творчества карачаевцев и балкарцев. В венгерском народном фольклоре и музыке карачао-балкарские корни составляют не менее 20%, и глубина этих корней более 10 лет. Медалью Крымшамхалова наградили и мастера-коневода Клычгири Урусова. Он по крупицам собирал документы карачаевской породе лошадей и издал книгу. Эти документы имеют не только научную, но и историческую ценность, потому что их извлекли из многовековых архивов. Я считаю самым ценным, самым достоверным документом есть такая книга «Конские ресурсы СССР». Эта книга издана не каким-то одним автором, а целым коллективом ученых, специалистов научно-исследовательского института коневодства в 1939 году. Я считаю, каждая порода, записанная в эту книгу, имеет паспорт. Все? Доктор наук Махтиулаков завершил академический труд по фонетической системе и лексико-грамматическому строю карачао-балкарского языка. За это и наградили ученого медалью Крымшамхалова. А этому предшествовала масштабная работа по изданию карачао-балкарского словаря, утвержденного Российской академией наук. Трехтомный словарь состоит из 85 тысяч слов. Это впервые в тюркской лексикографии толковый словарь переводится, все словарь не делится на русский язык. Это самый полный словарь из всех современных тюркских языков. Документальный фильм заслуженного журналиста карачао-черкесии Светланы Шендрик-Переславцевой «Теплые камни» о скульпторе Хамзате Крымшамхалове привлек в себе внимание научного сообщества. Наша коллега создала телевизионный каталог работ скульптора и даже обнаружила исчезнувшие работы. Эта интересная скульптурная композиция называется «Эльбрус». Только фотография осталась, а где сама работа? К сожалению, нам это выяснить не удалось. А вам не кажется, что она потом может где-то всплыть под чужим авторством, а ваш фильм уже защитит от этого процесса? Вам не кажется, что она была похищена? Может быть, безусловно. Эта документальная работа была полностью украшена музыкой композитора Ахмата Малкандуева, который получил медаль Крымшамхалова за симфонию «Минметал». Ахмата Малкандуева Возлагает огромную ответственность на меня за оказанное доверие ко мне. И я, конечно же, буду прилагать огромные усилия, чтобы оправдать надежды тех людей, которые были сегодня в этом зале и награждали меня. Документальный фильм «Теплые камни» и премьера симфонии «Минметал» были представлены мировой общественности телеканалом «Россия-1». Поэтому получен бесценный опыт представления талантов и явления их народу. Да так, что это явление награждается княжеской медалью. Телеканал «Россия-1» сейчас работает над несколькими проектами в области культуры и искусства для того, чтобы в следующем и последующих годах представить к высшей награде карачао-балкарского народа новых героев. И поэтому будет очень интересно и очень занимательное проект. Доктор Руслан Куркмазов, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Тиберда, усадьба князей Крым-Шамхаловых. Графический дизайнер Станин Ставполянский измеряет цветовую температуру каждого кадра оперы «Легенда гор». В произведениях Матамал Кандуева снято на пять камер, поэтому в эфире должна быть идеальная единая картина. До эфира остается очень мало времени, но все мы успеваем. В эту пятницу мы для наших телезрителей подготовили большой культурный вечер. Опера композитора Ахмата Малкандуева станет украшением нашего эфира. И я уверена, что зрители получат эстетическое удовольствие. Из аппаратного монтажа по всему телецентру звучит классическая музыка. Поэтому наши коллеги уже могут сказать о своих первых впечатлениях и что ожидает телезрителей. То, что я услышала в аппаратной, где монтировалась опера Малкандуева, меня просто очаровало с первой секунды. Это такой красоты музыка, что я вот на нее пошла, я пришла в аппаратную, встала на пороге и слушала. Это совершенно изумительно. Это совершенно потрясающе. Понимаете, вот какой-то быстрый такой эффект, наверное, влюбленности, что ли, когда слушаешь его произведение. Наслаждаться оперой в консерватории – это удовольствие от живого звука. Но через телевидение можно передать то, что в зале консерватории трудно увидеть. У телевизионной версии оперы есть свои преимущества. Это то, что мы можем видеть эмоции и актерскую игру гораздо ближе. Это то, что усиливает впечатление от произведения. А поскольку автор этого произведения использовал народную музыку Кавказа, то всем будет приятно ее посмотреть, услышать знакомые нотки в новом оформлении. Приятного просмотра! ПЕСНЯ Режиссер Марья Наташева ставит оценку «Отлично» игре актера в опере. Она, как Станиславский в наших дней, говорит «Я верю». Поверила эмоциям всех актеров, но особенно я бы отметила маму, которая играла безупречно, нам показалось, все эмоции. И операторам получилось брать те моменты, когда она играла, глазами. Это то, что действительно не видно в большом зале, но то, что вы можете увидеть на своих телеэкранах. Музыка композитора Ахмата Малкандуева украшена уже два художественных и два документальных фильма. Автор телевизионной картины «Теплые камни» о скульпторе Хамзате Крымшамхалове Светлана Шендрик-Переславцева, окунувшись в музыку Ахмата Малкандуева, уже делает для молодого композитора творческие прогнозы. И за более чем полувековой период своего творчества маэстро телевидения Светлана Борисовна ни разу не ошиблась. Архитектура – это застывшая музыка. И вот там как раз сошлись два великих, я считаю, таланта. Это, с одной стороны, скульптор Крымшамхалов, герой нашей программы, а с другой стороны, композитор Малкандуев, музыка которого, он вот просто вот родная, что ли, вот по творчеству, по таланту великому скульптору Крымшамхалову. Я считаю, что действительно рождается новый талант. И вот какое профессиональное пожелание должен исполнить композитор Ахмат Малкандуев. Малкандуев. Станислав Полянский завершил монтаж и выводит в оперу в эфирный сервер. И за время монтажа он познал, что такое опера и что элитарное искусство может быть понятным. Учитывая то, что я не видел ранее никогда оперы, ни вживую, ни по телевизору, я не знаю, как-то не попадал, не было интересно, но тут как бы для меня открылся какой-то новый мир, не знаю, ну, возможно, в дальнейшем даже буду посещать такие мероприятия. Большой культурный вечер на телеканале «Россия-1» ждет своих зрителей. А в телевизионном эфире оперу Ахмата Малкандуева увидят далеко за пределами Карачаева-Черкесии и земли Льбруса. Поэтому не забудьте в пятницу в 18.30 включить экраны своих телевизоров. Кстати, онлайн-трансляция будет вестись на нашем официальном сайте. Поэтому оперу Малкандуева увидят в любой точке мира, даже в Антарктиде. Руслан Куркмазов, Руслан Гедугов. Культурные вести. Карачаева-Черкесия. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова